История игры «Лазертак» началась в 1977 году. Тогда американец Джордж Картер III, посмотрев фильм «Звездные войны», придумал игру «Фотон». Именно его идея легла в основу всех нынешних лазерных боев. Однако, вопреки распространенному мнению, «Лазертак» задумывался отнюдь не как детская игрушка или хай-тек-аттракцион, а именно как спорт нового поколения. В сельском поселении Успенское его решили включить в программу осенних спортивных мероприятий. Череда спортивных мероприятий у нас продолжается. Недавно проводили турнир по настольному теннису, до этого турнир по пляжному волейболу, по водно-спортивным играм. И вот сегодня по инициативе молодежи проводим турнир по лазертаку. Это не просто турнир по лазертаку, да, открытые игры по лазертаку. Они проходят под девизом «Спорт против наркотиков». Я думаю, что все наши спортивные мероприятия будут проходить именно под этим девизом в целях развития, популяризации здорового образа жизни на территории сельского поселения. Цель игры – захватить базу и удержать ее более пяти минут. По окончании проводится статистика по каждому игроку. Желающих пострелять в лазертак набралось немало – более 70 команд по 5 человек в каждой. Этот вид спорта развивает выносливость, глазомер и позволяет быстро сбросить лишний вес. Участникам для сражения пришлось потратить немало энергии. Поэтому организаторы предусмотрели возможность подкрепиться. Сладкие печеньки, вафли, попкорн, конфеты, чай – все это позволило быстро восстановить силы. Многие говорят, что современная молодежь все чаще делает свой выбор в пользу компьютерных игр. Мы решили выяснить у самих участников, что на их взгляд лучше – лазертак на улице или, скажем, какой-нибудь новый компьютерный шутер. В живых, потому что там можно самому двигаться, саму прицеливаться, саму играть. Не знаю, так интереснее. В живую, потому что здесь идет военная подготовка. Мне все игры нравятся. В живую, потому что ощущения более реальные. Это обучает командной игре, и это понадобится не только на реальных боевых действиях. Это может понадобиться в таких играх, как баскетбол, волейбол. Это просто может действовать даже как просто сплочение команды. Далеко не каждый ребенок делает свой выбор в пользу компьютера. Возможно, чем больше будет организовано таких нетрадиционных современных спортивных игр, тем больше молодых ребят будет пробовать свои силы в реальном мире. Привет! Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».